Всем привет! Предсказания и гадания на моем канале сегодня. Ворожу и расскажу. Гадаю на YouTube. Итак, у меня сегодня такое предсказание для YouTube. Я вам расскажу о нескольких видео будущего. Ну, игрок сказан, конечно. Я вам расскажу, какие видео в будущем будут популярны. И потом проверим, была права я или нет. Потому что я, наверное, должна работать где-нибудь в пиар-агентстве какого-нибудь крутого, популярного канала. Потому что я фонтан такой идей ставь, подставляй руки. Да, я бы, наверное, получала огромные деньги за идеи для видео. И я надеюсь, что когда-нибудь я буду работать, ну, возможно, может, в какой-то партнерке или в YouTube. Почему меня никто на работу такую умную не берет к себе, не знаю, каким-нибудь крутым пиарщиком-автором? Потому что, мне кажется, я знаю секреты будущего. И я точно вам расскажу, что будет популярно на YouTube в ближайшие, возможно, даже годы, месяцы. И так записывайте. И, возможно, я вам сейчас подкину несколько идей, которые помогут вам развить свои каналы. Или дотолкнут вас на то, чтобы создать такой канал. Так что берите ручку, бумагу и записывайте за умной женщиной. Я думаю, что будущее все-таки за прямыми трансляциями. Так как видео смонтированных, постановочных очень много. И это, конечно, огромная ниша на YouTube. Но также будут прямые трансляции блогеров, которые более-менее популярны. И они будут чаще выходить в прямые трансляции. И это будет приносить им гораздо больше просмотров, чем постановочные видео. Так как живое общение со зрителями всегда более интересно, чем такое оффлайн. И, конечно, многие уже об этом говорили. И я соглашусь о том, что не хватает на YouTube узкопрофильных каналов. И предприимчивые люди, я думаю, их откроют в ближайшее время. Так как нет, например, таких зажигательных звезд в медицине. К примеру, доктор Комаровский. На YouTube его смотрит миллионная аудитория. И нет такой звезды. Например, фармацевта, который бы рассказывал нам о лекарствах. И говорил аналогов лекарств, какие стоит покупать. Какие там импортные аналоги российских. И вот в этой сфере, за что стоит переплачивать в аптеках. Что можно купить, допустим, из каких-то гигиенических средств. Лучше покупать, к примеру, в супермаркете. Это одно и то же. А в аптеке, допустим, это дороже. Но это как мой вариант, такая наброска. И нет такой... Может, эти каналы существуют. Но я, например, никогда их не видела, не слышала. И нет такой яркой звезды. Именно ведущего, который бы был харизматичным. Что бы привлекал интерес к таким узкопрофильным каналам. Точно так же, например, какой-то врач. Который привлекал именно аудиторию. И рассказывал о своем заболевании. Это будь онколог, дерматолог. Ну, какие-то такие узкопрофильные специалисты. Которые реально работают в практике. И могли бы каким-то более простым, доступным языком. Рассказывать зрителям о каком-то заболевании. Как с ним бороться. Что можно делать, что нельзя. Что нужно обязательно с врачом. Что можно самим дома делать. Какие-то процедуры. В общем, вот такого момента не хватает. Или, например, что-то связанное... Ну, например, вот сейчас много рыболовных каналов. Вот именно какого-то хобби, увлечения. Именно профессионалов не хватает. Мне кажется, на ютубе. Или человек, который профессионально делает ремонт. И этих видео полно. Но вот именно хочется канал, который занимается только ремонтом. И только стройматериалами, к примеру. Вот что-то в таком темпе. Я думаю, такие каналы будут появляться с каждым днем все больше и больше. На ютубе не хватает каналов о ЖЗЛ. Я бы так назвала. О жизни знаменитых, замечательных людей. И эту нишу я отчасти стараюсь как-то заполнять. И мне кажется, за этим есть какое-то перспективное будущее. И зрителям эти видео должны быть интересны. И опять же, я работаю над тем, чтобы это был интересный монтаж. Но с этим авторским правом, конечно, делать все очень сложняется. Я думаю, что некоторые судьбы стоят внимания. И о многих знаменитых людях мы видим только поверхностную картинку глянцевую. А на самом деле, что внутри, если копнуть, то очень интересные какие-то судьбы, повороты. Которые я, например, очень люблю читать биографии различных людей. И поэтому я делюсь с вами этим. И я все-таки, наверное, сделала какой-то отдельный плейлист и серию выпусков о судьбах знаменитых людей. И также к этому пункту я считаю, что будущее и вообще ниша не занята, которую бы, мне кажется, смотрели с удовольствием. И это было бы, может, даже намного популярнее, чем некоторые популярные там ни о чем блоги. Это исторические каналы. Не хватает каналов об нашей истории, или только нашей мировой, зарубежной, любой истории. И чтобы была яркая личность, которая привлекала бы детей, подростков к изучению истории. И это, ну, все, что я ищу на просторах Ютуба, касается вот у меня каких-то интересных исторических фактов, то это либо документальный фильм из какого-то телеканала, либо, ну, авторский какое-то документальное кино, либо это какой-то дядя, историк, в каких-нибудь вот таких малюсеньких очках на кончике носа сидит на фоне 20 полок с книгами, которые там он прочитал за всю свою жизнь. Матер первый рубил, рубил свое окно в Европу и, наконец, прорубил. А потом он прорубил крыльцо, дверь, и все туда поперли, поперли. И оттуда к нам импорт попер, попер. Ну, в общем, в этом духе. Ну, это я еще так, знаете, повеселилась, а все гораздо печальнее. Также на Ютубе я вижу будущее за юмористическими каналами. Возможно, женский юмор больше, потому что мужской все-таки есть, но его качество все-таки оставляет желать лучшего, потому что он какой-то не очень профессиональный, порой похабный. И, да, порой не смешной. Но все-таки попыток у мужчин сделать какой-то юмор в своих видео более успешен, чем у девушек. Поэтому вот если бы появилась какая-то звезда типа Ирины Горбачевой, по-моему, Ирина Горбачева из Инстаграма, но, я думаю, многие ее знают, прикольное видео. И если бы такая звезда появилась в Ютубе, это была бы бомба. Как ни странно, не хватает видео о видеоблогерах. И вообще о Ютубе как таковом, потому что эта ниша, во-первых, не очень занята. Она, я думаю, была бы очень популярна. И те каналы, которые есть, они, да, популярны. Но в основном там, не знаю, возьмут 5-10 блогеров, от силы миллионников, и о них каждый выпуск. И это становится уже неинтересным. Если бы они открывали там более такие, вернее, если бы они открывали менее известные каналы, к примеру, и как-то их там пиарили и говорили, вот это видео было бы интересно, вот это видео, вот эта тема новая. А то, получается, берут одних и тех же блогеров, и как-то все это становится потом приедается, стирается и однотипно. И опять же, все высасывают из пальца об этих 10 человеках. Ну почему не взять больше объема, там, а тысячи блогеров? И тогда это было бы гораздо интереснее, и был бы такой, как, знаете, рой пчелиный, такое все бы жужжало, и все бы такое... Звежуха была бы гораздо, мне кажется, активнее, и все это бы более информативно было, и более правдиво и честно, что ли. И будущее будет за видео с различными лекциями, семинарами, будь то об отношениях там между мужчиной и женщиной, будь то какие-то там семинары и лекции о, допустим, какой-то теории рекламы, о теории продаж. Но здесь трудно сказать, что должна быть какая-то звезда, да, в этих лекциях. Но вот именно тематических на различные темы, интересных лекций, семинаров, которые бы проводились с людьми, они есть, но опять же не очень... Вот они распространены в разные сферы жизни людей. В основном это об отношениях мужчин и женщин, и в каких-то продажах, и сетевой маркетинг. Вот основное видео, которое ко мне попадает на глаза, да, или, например, это альфа-самка, да, это вообще ужас какой-то. Вот что-то такого формата, но только не о том, как там стать альфа-самкой, а что-то вот более интересное, которое могло бы увлечь большее количество людей из разных сфер. И следующее предсказание, которое я делаю, это то, что видео будут более динамичными. Даже если их продолжительность будет, как и сейчас, не очень маленькой, то динамика видео будет увеличиваться, и постоянно будет монтаж, знаете, из кусков, мелькание на экране. Все это будет становиться все динамичнее, динамичнее, так как динамичный кадр привлекает зрителей гораздо больше. Поэтому монтаж будет улучшаться однозначно. И видео, которые будут с худшим монтажом, конечно, будут набирать в основном меньшую популярность, чем видео, которые будут вот именно вот это мелькание, быстрая смена кадров, ракурсов. Это будет, я предсказываю, что так оно и будет. Ну и, конечно же, в связи с тем, что будет что-то новое на ютубе, будут появляться новые лица. И эти новые лица будут харизматичными и нетипичными. Ну, как это сказать? Что-то будет внешности отличать их от большинства блогеров. Например, девушки бьюти будут теперь... Вот сейчас смотрю, они как-то все на одно лицо с длинными волосами, да? А будут девушки более креативные, и я верю в это, и я чувствую, что так и будет. И также вот в различных сферах, да, ютуба, если это будут мамочки-блогеры, тоже будут выигрывать, которые более креативные, более харизматичные. Или если это мужчины-блогеры, те, которые будут как-то, ну, допустим, стильно одеваться, или вот, ну, что-то такое артистичное в них будет, и эти новые лица будут появляться на ютубе с каждым днем все больше и больше. Мне кажется, люди из ютуба, блогеры, будут больше проникать на телевидение. Так как телевидение теряет свою актуальность, и мы все об этом знаем, ни для кого не секрет, все-таки боссы ТВ должны обратить, но они уже и так обращают свой взор и внимание для того, чтобы привлекать съемкам различных телепередач ютуб-блогеров. И я думаю, что на некоторых каналах, даже вести некоторые программы, будут ютуб-блогеры, а, возможно, даже будут покупать передачи из ютуба на телевидение, и вот снимать на телевидении, и какие-то вот авторские вот эти моменты. Я думаю, что так оно и будет. Итак, это видео у меня для будущего. Я надеюсь, что я вас заинтриговала, заинтересовала, возможно, кому-то дала кучу идей. Для съемок видео я жду вашего отклика в комментариях. Через несколько месяцев или лет вы запомните мое видео и увидите, что все, что я предсказываю, сбывается. Вы меня еще вспомните. Так что следите за тенденциями, модами на ютуб. И помните, если вы не смотрели первый выпуск о тенденциях ютуба и вообще ютубе, то смотрите его в предыдущих видео. Также ждите следующий выпуск, и он будет посвящен также ютубу. И я расскажу о видео, которые теряют свою актуальность. И если вы будете продолжать их снимать, то популярность к вам не придет. Так что следите за моим каналом, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если это видео вам понравилось. А может и я понравилась? Скромность не мой конек. Так что следите за моими выпусками, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам было интересным и информативным. И также помните, что все будет хорошо. Это говорю вам я, ваша Оксана Хорошая. Всех целую, всем пока.